Партнер программы – салон-ателье классических итальянских костюмов Марка Беантония на Карло Липнихта, 71, телефон 295-777. В Кирове 13 часов и 5 минут в эфире программа «Дневной разворот» со второй часть передачи. Вас приветствует Дарья Топузлеева. И Владимир Сметанинович. Да, мы под впечатлением, наверное, до сих пор еще находимся, да, от разговора с начальником управления Полининского района Сергеем Тороховым. Рассказал он нам в подробностях, ну, правда, не обо всем успели поговорить. Рассказал в подробностях о том, что же планируется сделать в парке имени Кирова. Сейчас в самой активной стадии работы там находится. Мне кажется, каждый раз, мы уже много раз обсуждали, да, эту реконструкцию, и каждый раз что-то новое еще там всплывает. Вот в этот раз всплыл детский городок за 30 миллионов. Пока не знаем, что там конкретно будет, но, как сказал Сергей Александрович, это будет нечто грандиозное, впечатляющее. Насколько я понимаю, это со стороны улицы Горького, да, вот здесь вход в парк со стороны улицы Горького, в непосредственной близости тут с памп-треком, со скейт-площадкой и так далее. В общем, достаточно активные там впоследствии должны появиться зоны с большим количеством и детей, и подростков, и взрослых. Ждем. Но в следующем-то юбилейном для города году, я так понимаю, работы все равно там будут продолжаться, потому что они на несколько этапов распределены, и не получится все за один год успеть сделать. Ну, и, возможно, если повезет, будут достигнуты договоренности с Росцирком, и здание вот это чудесное все же приведут в порядок. Здание цирка Киркского, да, мы имеем в виду. Да, но вероятнее всего, конечно, эта история даже, наверное, не следующего года. Ну, посмотрим. Хорошо, переходим к нашей следующей теме. Как мы и анонсировали, в начале второго часа мы хотим поговорить о законодательном новшестве. Буквально недавно Государственная Дума приняла поправки в закон об образовании в нашей стране, и эти поправки предусматривают возможность студентам педагогических колледжей, то есть средних учебных заведений, на последних курсах или на последнем курсе, на самом последнем идти работать непосредственно в школу, то есть совмещать учебу и работу. Поправки, касающиеся студентов высших учебных заведений, педагогических, они были приняты еще три года назад, в 2020 году. На самом деле мы не обладаем информацией, удалось ли за эти три года привлечь студентов, педагогов высших учебных заведений в школы. Ну, понятна тут цель, да, это обновление педагогических кадров, замещение старших, старых кадров, да, более молодыми, более новыми, и вот в этом часе мы хотим поговорить непосредственно с работниками образования, да, к чему это все приведет, вот ожидаем сейчас на телефонной связи министра образования нашего региона, Ольгу Рысеву, чуть позже у нас тоже на телефонной связи ожидаются Ольга Тырыкина, депутат Законодательного собрания Кировской области, и Игорь Олин, это директор средней школы в поселке Вахруши-Слободского района. Ну, мы неоднократно об этом говорили, мы с тобой педагоги по образованию, вот если бы в наше время такая возможность появилась, пойти на последнем пятом курсе, работать в школу официально, вот каково это? Ну, мы с тобой прошли через знакомую всем студентам-педагогам процедуру педагогической практики, да? Да. А вот работать так, что вот, мне сейчас сложно представить. Ну, вот те ребята, кто учился со мной, я знаю, что многие бы этой возможностью воспользовались, потому что со мной учились много тех, кто уже получил какое-то, ну, не много, но были люди, кто уже получил какое-то образование и шли целенаправленно за педагогическим образованием, чтобы идти работать после в школу. То есть среднее педагогическое образование, уже получившие? Нет, там разное образование у людей было, знаешь, удивительно. Ну, нет, вряд ли слесарь, конечно. Ну, то есть они среднее специальное получили, да? Да. И потом пошли вот в вуз, чтобы после этого пойти работать в школу. То есть они бы, да, этой возможностью воспользовались. Но конкретно на моем факультете это осложнялось тем, что нам не разрешали работать, скажем так. То есть был некий неофициальный запрет. Преподаватели сразу, особенно это касалось пятого курса, да, там, где была практика дипломная, то есть нам сразу сказали, либо вы работаете, либо вы учитесь. То есть выбирайте, совместить у вас, что получится. Странно как-то. На мой взгляд, студент вправе сам решать. Вот, у нас была 100-бальная система, то есть за, что это было, семестр, полгода, я не помню, полгода, да, наверное? За полгода нужно было набрать 100 баллов. Из этих 100 баллов 10 баллов это была посещаемость. То есть, соответственно, если ты терял вот эту десятку на посещаемости, то... Посещаемость лекций, семинаров... Всего. Всего, в общем, да. Всего учебного процесса. Соответственно, это уже были 90 баллов, то есть это уже была в переводе на пятизначную систему, оценочную уже не пятерка. Соответственно, можно было лишиться отличной оценки только лишь из-за того, что ты там где-то работал и не смог посещать все лекции. Вот, поэтому у нас было так. Я знаю, что у многих было по-другому. То есть, наш случай был скорее... Ну, выбивался из правил. Я знаю, многие работали. Ну, у нас тоже многие находили, изыскивали там возможности работать. Кто-то договаривался напрямую с преподавателем конкретно, на чьи пары выпадала его работа, да? Ну, то есть уже между собой какие-то такие договоренности. Преподаватели где-то тоже кто-то входил в положение. В основном младшая кафедра, конечно, языковая. Со старшей кафедры было посложнее. Вот, поэтому... Ну, свое присутствие в школе я в первую очередь помню по педагогической практике. Это серьезная подготовка, методическая подготовка, там, расписание, план урока составления и так далее. Ну, очень много силы и времени это отнимало на самом деле. А если этим заниматься в каждодневном режиме, да, на пятом курсе, идти учить ребят, даже не знаю. Ну, вот мы на пятом курсе, практика, которая была в старшем, соответственно, звене, да, то есть где она предполагала еще классное руководство. И вот я прекрасно помню свою практику на пятом курсе. Мы приходили затемно в школу, девочка еще химик у меня работала со мной на этом же классе, и уходили затемно. Это была вот практика в школе. Как было поставить этот рабочий процесс на рельсы и при этом совмещать еще с учебой, ну, наверное, возможно, не знаю. Ну, давайте сейчас обсудим все нюансы с министром образования Кировской области Ольгой Рысевой. Ольга Николаевна у нас сейчас на телефонной связи. Ольга Николаевна, добрый день. Добрый день. Да, мы не чужие друг другу люди. Мы ведущие, да, Дарья Пузлеева, Владимир Сметанин. Мы люди тоже с педагогическим образованием, но так вот волею судьбы, оказавшиеся на радио. И мы сейчас вот на себя примеряем, да, а мы, будучи студентами последних курсов, смогли бы параллельно еще работать в школе, непосредственно преподавать. Ну, ладно, вот эти поправки у нас последние касаются студентов средних учебных заведений, да, педагогических. А три года назад у нас были приняты аналогичные поправки, но уже в адрес студентов высших учебных заведений, да. Вот за эти три года хочется спросить, мы в школы Кировской области смогли привлечь студентов в пятый курс? Был какой-то, да, положительный эффект. Да, практика такая есть. В 2020 году действительно студенты, которые учатся по программам высшего образования, педагогического профиля, получили право заниматься педагогической деятельностью и работают в наших образовательных организациях. Вот по последним нашим данным порядка 400 студентов работают в образовательных организациях, в том числе, ну, наверное, чуть больше половины, кто обучается по очной форме обучения. Работают уже и студенты педколледжей. Мы считаем, что очень важно дать студентам возможность и работать, и учиться одновременно. То есть они уже в этот период получают возможность на практике понять, как они будут работать, понять для себя, то ли профессию они выбрали, познакомиться с коллективом, как работает школа. И, конечно, это возможности после завершения обучения остаться работать в школе, закрепиться там. То есть очень этот важный момент. Получить в этот период наставника какого-то из более опытных педагогов, которые помогут, поддержат в трудную минуту, научат чему-то. И, в общем, дадут возможность действительно работать в дальнейшем по полученной профессии. Ольга Николаевна, проводился ли какой-то анализ, есть ли некий срез того вот за эти три года, если мы говорим о студентах высших учебных заведений, из тех, кто начал преподавать, будучи еще студентом, и потом в итоге остался в школе? То есть насколько это действительно сыграло на руку в плане поиска привлечения кадров в школы? Да, в основном они остаются работать в школе. Большая часть, там небольшой процент, конечно, выбирает другую работу, но большая часть из студентов, которые пришли во время учебы в школу, они остаются в школе работать. А о каких школах идет речь? Какие-то экспериментальные школы, кто-то соглашается? Нет, я имею в виду города, областной центр, райцентры, сельские школы. Нет, это не экспериментальные школы, потребность в кадрах педагогических есть во всех школах, это и город Киров, и районные области, и небольшие сельские школы. Мы студентов привлекаем в любые организации, они работают во всей, по всей области. Как администрация школы относится, отнеслась к такому нововведению? Не было ли некого опасения, что это еще не готовый специалист, он не дипломированный, не подтверждено, насколько хорошо он владеет своим предметом? То есть не было тут со стороны руководства школ таких опасений? Нет, ничего нет. Для руководства, для администрации школы это важное решение, привлечь молодые кадры в школу, подобрать какого-то наставника, чтобы молодой специалист, пока еще студент, смог влиться в коллектив, познакомиться с традициями коллектива, как организована работа с родителями. И вот эта именно связка школы и вуз дает очень хорошие результаты и для студента, и для школы. И мы понимаем, что это хороший очень резерв именно подбора молодых кадров, привлечения молодых учителей в наши образовательные организации. Ну, взаимоотношения студента и руководства школы, они оформляются в рамках трудового договора, да? То есть полностью в штат зачисляется, да, в учебного заведения. На какую оплату, на какой уровень оплаты могут претендовать студенты? Это стандартные ставки учительские или как это вот особенные? Трудовой договор, конечно, определяет условия оплаты труда, которые установлены в каждой школе для всех работников. Соответственно, доплаты какие-то стимулирующего характера, доплаты устанавливается школа самостоятельно, ну, чтобы и студента тоже заинтересовать, чтобы понимал, что есть возможности проявить себя, заработать, получить достойную заработную плату. А Ольга Николаевна, какие ожидания сейчас вот от нового этого законопроекта, да, который позволяет уже студентам средних учебных заведений работать? Это еще дополнительное влияние, да? Это, да, дополнительное влияние, которое мы, в общем-то, и ждали. И рады, это действительно важное решение, принято именно в год педагога и наставника. Это дополнительная поддержка наших школ. И студенты, которые сейчас учатся в педагогических колледжах, тоже смогут, наконец-то, устроиться на работу в школы, в детские сады в последний год обучения. Мы посмотрели, вот в области у нас готовят студентов и программам среднего профессионального образования именно педагогического профиля пять колледжей. Ой, напомните, где они находятся, потому что я вот лично подзабыл, где у нас пед-колледжи? Не знаете, да, это город Киров, город Слободской, Амутнинск, Советск, Орлов. Ага, то есть это вот, ну, с большой историей, в общем, эти, да, среднеучебные заведения педагогического профиля. Хорошо, что они в районах области расположены, потому что студенты, которые там учатся, могут трудоустроиться и в сельские, и в отдаленные какие-то школы, что и в детские сады, где особенно сейчас ощущается потребность в кадрах педагогических. А общее число студентов, которые могут сейчас потенциально иметь возможность поработать? Ну, примерно учатся в год 500 студентов. То есть мы сейчас проинформировали все колледжи и все образовательные организации о возможности пригласить студентов. Вот проведем работу и, наверное, уже в начале учебного года посмотрим реально, кто будет трудоустроен в школу или в детские сады. А как это будет процессуально выглядеть? Вот пришел молодой человек, девушка, да, за ним все равно нужно будет закреплять какого-то опытного педагога, да, наставника. Обязательно, да, обязательно наставник будет определен, трудовой договор, как мы уже проговорили, со стороны колледжа будет составлен гибкий график учебы, чтобы студент смог совмещать и работу, и учебу, чтобы это не мешало, конечно, качеству обучения. Ну, там, кстати, к студентам требования предъявляются. Этот человек не должен быть, извините, лоботрясом, а учиться хорошо и отлично, да, успешно сессии сдавать. Да, конечно, да. Успешное прохождение тестации, конечно, обязательно условия. А студенты сами должны будут искать работу в образовательных учреждениях, если хотят поработать? Или будут какие-то, ну, условно говоря, там, детский сад или школа будут? Перечень учреждений, куда можно? Перечень вакансий, да, мы подберем перечень вакансий. Сейчас как раз перед началом учебного года идет укомплектование всех школ, детских садов кадрами. Мы подберем перечень вакансий, направим во все наши колледжи, чтобы уже на месте руководители смогли провести работу, рассказать студентам, где какие есть вакансии, где они могут трудоустроиться вот именно в этот период учебы. Ну, мне кажется, тут еще важно какую-то работу, беседы провести с родительским сообществом, чтобы не пугались они, молодых студентов, которые будут работать с их детьми, чтобы доверяли, обсуждали совместно возникающие вопросы. Ну, вот, на мой взгляд, может какое-то возникнуть недоверие к молодому специалисту. Как вы считаете? Ну, да, обязательно с родителями проведем, но вот опыт показывает, что дети очень любят молодых учителей, студентов. Я думаю, что со стороны детей студенты будут приняты просто на ура. Ну, не зря же у нас песни рождались, да, в былые времена. Студентка, практикантка, не смело в класс входила и так далее. Это точно, да, молодых мам, молодых любят. Да, кстати, тут еще серьезно одно направление работы, и вы, по-моему, о нем упоминали не так давно. Это так называемые классы педагогической направленности в школах, опорных школах, да, Кировской области. Напомните, пожалуйста, тут в чем суть работы заключается. Это тоже потенциальные педагоги, да, в будущем? Да, это в области у нас работают 18 классов педагогической направленности. Они очень плотно работают с Вятским государственным университетом, с первоинститутом. С ними преподаватели из вуза уже проводят работу, какую-то психологическую работу, в том числе по подготовке школьников, будущих выпускников, на ориентацию работы в школе. То есть именно выявляют тех детей, которые готовы к работе в школе, готовы к педагогической деятельности. Большая работа в этих классах в части профориентации, определение дальнейшего, дальнейшего выбора профессий для этих школьников. А, да, еще позвольте, Ольга Николаевна, уточнить, когда мы говорили о колледжах педагогических, которые готовят будущих учителей. Это ведь далеко не весь спектр специальностей учительских. Колледжи у нас готовят учителей начальных классов, насколько помню, преподаватель физической культуры. Что еще? Психологи есть? Дошкольное образование. Дошкольное, ага. Ну вот это, да. Специальное дошкольное образование, педагогика дополнительного образования и коррекционная педагогика в начальном образовании. Да. Спасибо, что напомнили нам. Да, спасибо за этот комментарий. Ольга Рысева, министр образования Кировской области, поподробнее рассказала нам о том, какой эффект от предыдущего законопроекта, который касался студентов вузов, и какие есть ожидания от новой инициативы. Ну, нельзя, конечно, не упомянуть тот нюанс, что многие студенты, они же не по призыву души, наверное, пошли обучаться на педагогов, а потому что это было единственным местом, куда можно было поступить. Вот эти, наверное, люди, группа этих людей, наверное, останутся за гранью этой инициативы. То есть если они учатся ради того, чтобы только получить корочки по окончании диплома, да, хоть что, где-то отучиться, ну, вряд ли они согласятся. Ну, разумеется, да. Если они изначально не хотели связывать свою жизнь с преподаванием, со школой, а учатся вот просто для того, чтобы получить это образование. Как ты думаешь? Ну, наверное, если ты не хочешь работать... Их не коснется, да. Их не коснется. Я знаю, там было много людей, даже в мои годы, кто не проходил школьные практики, особенно кто был из районов, они просто приезжали. Можно было отказаться, что ли? Нет, отказаться нельзя было, но можно было приехать в свою школу там где-нибудь. И договориться, да? Да, и договориться. Учителя оставили там все штампы и печати, и все, практика считалась пройденной. Поэтому... Вот было бы, не знаю, неплохо, если бы решать ту же проблему кадров учительских на селе, может быть, заранее такому студенту, который на последнем курсе в школу отправляется работать, ну, не знаю, гарантировать там не только вот это самое рабочее место, но еще и жилье, например. Например, да? Что-то, если вот будешь работать, вот будешь жить, например, в этом доме, обеспечим тебя муниципальным каким-то жильем. Вот будешь работать в этой школе, жить через дорогу. Да. Дом, работа, дом, работа. Ольга Тырыкина с нами на связи, депутата Законодательного собрания Кировской области и председатель движения Родительский контроль. Ольга, добрый день. Добрый день. Да, здрасте. Ольга, мы тут задавали уже этот вопрос Ольге Рысевой, министру образования, вот хотели задать его и вам, вот вся вот эта инициатива, да, по поводу того, чтобы студенты педагогических колледжей на последних курсах шли работать в школы, не возникнет ли некого сопротивления со стороны родителей, да, потому что по факту это человек, который не очень сильно отличается. Это и их дети, которые, да, учат и учат ваших детей. Да, потому что если мы говорим о студентах вузов, то есть это все равно на пятом курсе люди чуть-чуть постарше, да. Ну что там, 21-22 года, да? Ну а тут вообще сколько там, 18? Ну, около 20, наверное. 18-19. Ну, я думаю, что, знаете, начать надо с того, что не просто так эта мера появилась, да, мера вынужденная в связи с острой нехваткой педагогических рамкадров, и поэтому, когда, наверное, встанет вопрос, что в классе вообще не будут учителей или будет учить хотя бы там 19-20-летний студент, который в будущем будет настоящим профессиональным учительным сообразованием, то лучше так, чем совсем без педагога. Ну и опять же рассуждая, я слышала в начале диалога, что там иногда молодой учитель, он в разы объективнее, добрее и более там настроен на преподавание, на работу с ребятами. Человек с большим-большим опытом, которого там уже немножко, наверное, там стены школы утомили. Ну это так вот, просто, если говорить. Конечно, ситуации могут быть разные, конечно, многие родители будут против и категорично будут настаивать на том, чтобы поменяли педагога, но в связи с, вот действительно, еще раз повторюсь, острой нехваткой, возможно, это действительно выход из ситуации. Смотрите, Ольга, да, вот с точки зрения решения проблемы именно кадрового голода в школах, насколько это может быть эффективным? Потому что если люди не идут работать в школу, явно проблема не в том, что они не пошли в нее, будучи студентами. Конечно, конечно, однозначно проблема не в том, что люди как бы не просто так не идут. Это вопрос ведь в том числе и зарплаты, и условий, и опять же работы с родителями, потому что как бы мы сейчас сталкиваемся с таким большим негативом родительского сообщества по поводу и без повода. Поэтому, да, правильно как бы кадров не хватает не потому, что там как бы их нужно заманивать, потому что в школу надо порог перейти, а потому что есть определенные условия, которые не устраивают молодых людей, чтобы прийти в школу. Дальше, соответственно, нужно разговаривать о том, что задержится ли педагог в школе, потому что, допустим, например, на моей практике есть ситуация, когда человек, закончивший педколледж, приходил, например, в детский сад, отрабатывал там полгода-девять месяцев и просто бегом убегал, потому что те условия, которые ему там предоставляют учебное заведение, его не устраивают. Хотя вот он человек с образованием, вот он молодой, вот он пришел, у него все получается, как бы у него действительно как бы есть контакт с детьми, но те условия, которые ему дают наше образовательное учреждение, как бы ему не подходят, и он находит себя в другом месте. Поэтому тут в любом случае, не решая проблему условий, мы так или иначе как бы не решим общую проблему кадровой политики в целом. Ну так вот, мы снова, видимо, подходим к теме, которую неоднократно ранее обсуждали. Может быть, не предлагать по желанию пойти поработать в школу, а обязать в течение какого-то времени выпускников. Это тоже не решит проблему. Это тоже не решит проблему. Мы не так давно об этом говорили. Мы с вами тоже обсуждали этот момент. Не так давно об этом говорили, да. Говорили, то есть, ну как бы, да, действительно, все равно станет вопрос, что там либо кто-то будет выплачивать те суммы, которые он обязан заплатить. Тут вопрос именно подхода осознанного. То есть, я иду работать педагогом, значит, я буду действительно работать педагогом. Какой-то хотя бы там условно три-четыре года я отработаю, потому что меня без государства бесплатно отучило. Но вопрос в любом случае тех условий, которые потом даются. То есть, ну, никто не будет работать бесплатно. Никто не будет там работать, где им там совсем плохо, например, да. Когда там в классе 34-37 детей. Ну, удержи их внимание, научи их чему-то. То есть, все равно как бы действительно родители будут потом бить тревогу и говорить, что, а, учитель плохой. А плохой ли он? Может быть, он действительно нормальный, хороший, но просто те условия, которые созданы, не дают научить его ребенка действительно дать знания, которые родители хочут увидеть. У нас минуту до рекламы. Ага. Ну, вот смотрите, Ольга, да, по поводу условий. Вот если отложить там в одну сторону зарплату, я думаю, люди, которые пошли учиться на педагога, они прекрасно понимали, что больших зарплат им не светит, да. Но сами условия в школах, особенно в школах, которые в новых районах, да, то, что мы видим, там набирают по 10 первых классов. У людей иногда бывает у специалистов по два классных руководства. Ну, то есть, вот именно сами вот эти вот условия, даже не зарплатные, а тот ад, в который они попадают в плане рабочего процесса. Вот реклама у нас подходит. Ольга, можете остаться с нами на связи? Да, полтора минуты у нас буквально рекламная пауза будет продолжаться, и мы продолжим нашу беседу. Дневный разворот продолжаем. Ольга Тырыкина, депутат ЗАГС Собраний, председатель движения «Родительский контроль» с нами на связи. Ольга, еще раз здравствуйте. Добрый день. Да, еще раз. Вопрос, пожалуйста, еще раз вкратце допомнить. Да, вопрос, позвучу, что называется. Касательно даже не зарплат, а тех условий, в которых приходится работать преподавателем, особенно это касается школ в новых районах, которые переполнены. И вот вроде бы что-то тут у нас строилось, строилось, но так и не достроилось. Ну, подождите, не будем уж так печально. Надежда умирает последняя, что называется. В этом году, я так понимаю, мы, скорее всего, новые школы уже не увидим, вероятнее всего. В этом году, до 1 сентября, конечно, не увидим. Не-не-не, до окончания календарного года мы уже имеем в виду. Хотя бы здание, да? Хотелось бы хотя бы до конца. Ну, я думаю, что однозначно об этом говорить не стоит, потому что в любом случае мы сейчас заходим в экспертизы, там, в суды и так далее, это быстро не делать. Да, мы понимаем. Так вот, строительство новых школ, да, и некая разгрузка хотя бы, да, чтобы не было там много классов у человека, чтобы у него были просто человеческие условия труда, исключая там, да, заработную плату, как-то может стимулировать людей идти просто, чтобы ему было комфортно работать молодому специалисту? Да, конечно, мы как раз об этом и говорим, что если в классе будет там по 25 детей, не по 37, это уже очень много скажет в плане качества молодому педагогу. Мы сейчас как раз и говорим о молодых педагогах, потому что вот, например, в одной из школ там выпустилось 6 четвертых классов, а заходит 11 первых классов, то есть ни кабинетов, ни педагогов. Так или иначе, те педагоги, которые есть, они будут брать по 2 класса. Либо там, например, сейчас уже даже есть схема, когда в начальной школе не один педагог работает с классом, а когда там в русскую математику ведут разные учителя, у кого есть время там и как им расписание поставлено. Поэтому мы, ну, вообще надо, конечно, отдать нашим педагогам отдельно там должное спасибо сказать, что они в таких условиях вообще как бы работают и дают нашим детям знания. И в любом случае комплексно эту проблему с разных сторон, в том числе самое первое, с условий труда, которая сейчас есть, надо решать без строительства новое здание, и мы эту ситуацию, к сожалению, не подвинем. Ольга, скажите, вы как депутат, как руководитель движения «Родительский контроль» вот непосредственно с этими студентами, педагогами встречались, общались, как они выглядят вообще, как им работается, их ощущения? Потому что вот министр образования Кировской области Ольга Николаевна Рысева нам несколько минут назад сказала о том, что за последние 3 года 4 сотни у нас студентов вроде как работают. И они все прям практически остаются, да. Общались с ними вообще? Я, конечно, нет. Я сама вот прям так, чтобы их собирать, где-то в одном месте с ними разговаривать, не разговаривала. То есть я периодически их встречаю как раз на их рабочих местах, там где-то в школе, где-то в детском саду. Ну, ситуации разные. Кому-то нравится, и кто-то действительно как бы посвящает свою жизнь педагогике, и начинает вот прям с студенческих лет. А кто-то говорит, нет, вот я сейчас вот поработала, пощупала, посмотрела, нет, нет, я... Не моё, да. Вот как бы там год доведу, и как бы, ну, и побегу дальше, не моё. То есть вопрос ведь, вот вы на самом начале говорили про практику, то есть в наше время так же точно приходили студенты-практиканты, давали им уроки. Вот я помню прекрасно, у меня было два прекрасных практиканта, вот до сих пор, как бы вспоминаю эти времена школьные, там прям с какой-то позитивом. Когда с ними было весело и интересно, потому что они какие-то игры приносили, мы с ним там как-то по-другому на уроке себя вели, да. Да, но вот это же было временно, то есть эта практика, там, условно, месяц-два проходила, а когда это будет прям целый год, и тебе нужно этого запала, чтобы тебе хватило, не знаю, выдержат их. Плюс ещё бумажки. Отчётности. Ещё бумажки, отчётности, да. Ещё родители, которыми придётся как бы общаться, встречаться так или иначе, и родители, конечно, ну, у нас разные есть категории, где прям есть категории, прям требуют, что должно быть так или иначе, конечно, педагогам достаётся. Спасибо. Спасибо большое, Ольга Трыкина, депутата законодательного собрания Кировской области и председателя движения «Родительский контроль». Ну, а я благодарю нашего партнёра, Хэхэл, да, беседовать с деловимыми людьми нам помогает салон ателье классических итальянских костюмов Марко Би Антони, накрыла Литмихта 71, это рядом с Театральной площадью. Пошив мужских, женских, корпоративных костюмов из лучших европейских тканей, костюмы для торжества и выступлений, сорочки, плащи, пальто по индивидуальным размерам, создание гардероба под ключ для самых взыскательных зоны и услуги химчистки премиального уровня эстетика в каждой детали. Вот что такое Марко Би Антони, Карла Литмихта 71, номер телефона 295-777. Ещё один, да, у нас педагог чуть позже будет на связи. Да, ну, я, вот, на самом деле у меня школьная практика это лучшее воспоминание о ВУЗе, ничего лучшего в моём ВУЗе не было. Именно в школе? Да, я проходила практику. А в детском оздоровительном лагере? Ты была в Ажак? Это было тяжеловато, потому что я никогда не была ребёнком в лагере, и для меня вся эта система, вся эта культура в диковинку, я ничего не понимала, меня часто путали с ребёнком из старшего отряда, да, накладывала свои особенности. Вот. А практику я проходила в 28-й школе, то есть она уже тогда была очень хорошей, у меня были прекрасные дети и в среднем звене, и в старшем. И коллегище Целищев, да, наш. Да, вот, они очень много помогали, действительно любили практикантов, и мы старались там всячески, поэтому, ну, вот, меня испугала именно непедагогическая часть педагогической работы, то есть не низкая зарплата, скажем так. Игорь Олин с нами на связи, директор средней школы в посёлке Вахруши. Игорь Витальевич, добрый день. Добрый день. Да, Игорь Витальевич, здравствуйте. Не так много времени у нас на разговор, поэтому сразу вопрос конкретный и прямой. Вы готовы взаимодействовать со студентами, которые, возможно, изъявят желание прийти к вам работать, да, непосредственно над педагогами, либо вы уже взаимодействуете с ними каким-то образом? Мы со студентами взаимодействуем постоянно, они приходят к нам на практику. На практику, да, в первую очередь. Да. А вот если всё... Ну, каждый год работают практики. Ага, а вот если так на весь учебный год студент старшего курса, да, прям... То есть не в статусе, да, практиканта, а именно сотрудника. Да, и вот это же трудовой договор надо будет оформлять. Вы готовы в таком формате сотрудничать с молодым специалистом? Если бы толковый студент будет позволять объективной возможности ему работать и учиться, я не знаю, как эта возможность будет ему погнищать, но если будут такие возможности, то, наверное, можем. Ну вот мы пока тоже задаемся этим вопросом, потому что там студентам-старшекурсникам достаточно серьёзные требования предъявляются, в том числе и по успеваемости непосредственно в учебном заведении. Если плохо учишься, то у тебя не будет возможности. А вот отвлекаться на работу в школе, это же всё равно существенный, да, временной ресурс. Ну понятно, что это решение, оно не будет, как бы не даст возможность массово заключать подобные договоры. Какие-то будут единичные случаи для каких-то супертолковых студентов, и которые очень уж хотят работать в школе. Я думаю, что это будет, может быть, ну какие-то один-два случая на всю область. Это не решит, конечно, проблемы кадровой. Не будет массового потока студентов в школы, что они там будут учиться и работать. Я могу привести пример. Мы ездили, разговаривали со студентами вуза нашего, искали учителя русского языка и литературы с пятикурсниками. Мы не так далеко от Кирова находимся. Да-да-да, конечно. Никто не пожелал. Никто не пожелал. А какие условия предлагали, если не секрет? Жильё предлагали? Ну тоже на пятом курсе. Ну жильём можно было порешать вопрос. В принципе, мы говорили, что можно будет, если человек уже задумается, то мы будем тогда решать вопрос с жильём. То есть у нас в общежитиях есть. А что отталкивало студентов? Какие препятствия тогда, со слов студентов? Почему нет? Да, чтобы к вам поехать. Мне кажется, что вот уже годами мы сталкиваемся с ситуацией, у них нет желания изначально работать в школе у большинства. Зачем учиться тогда, Игорь Викторович? Это я не могу сказать. Зачем тогда идти и именно поступать на эту специальность? То есть правильно ли я понимаю, что нет даже какой-то по пунктам, да? То есть вот я не пойду работать к вам, потому что а. Далеко, б. Низкая зарплата, там, вы ещё что-то. То есть это просто сразу какое-то отрицание? Да не знаю, конечно, какие они ждут условия. В принципе, мы предлагали хорошую нагрузку. Хорошую зарплату сейчас, в принципе. Но есть определённые плюсы в работе всё-таки учительской. Работать, конечно, тоже надо сложно. Но, видимо, какие-то лучшие варианты они рассматривают. Может быть, неохота изъезжать действительно из города, кто-то ищет. В село в Кирове, например, работу, наверное. Игорь Витальевич, а если не секрет, сколько вот молодому специалисту школы готовы предложить? В плане зарплаты? В плане зарплаты, да, денег. Ну, сейчас, конечно, может быть, не... Сейчас, если он возьмёт классное руководство, сразу придёт, да? Там ещё сразу пойдёт это выплата молодому специалисту, например. Там сейчас платят 100, сейчас с этого года, по-моему, 200 тысяч рублей. То есть, в принципе, первые вот эти 2-3 года, они там, ну, нормально. Сколько? Средняя зарплата у нас сейчас около 40 тысяч. Да, 40 с небольшим по региону. 35 тысяч даже тысяч. Ну, он будет получать, может быть, 25 на первых порах. 25-30 тысяч. На большую нагрузку, конечно. На большую, да, мы подчёркиваем, что трудится... Это больше ставки. Трудится действительно... На ставку, конечно, сейчас не заработаешь, но люди ведут по 30 часов основного. Ну, и, наверное, последний вопрос. А на ваш взгляд, вообще, в целом, педагогический коллектив был бы готов принять студента, да? Это будет зависеть именно от человека, потому что у нас каждый раз приходят молодые люди работать. Есть очень толковые, которые там в 20 лет просто замечательно работают. Есть большинство, конечно, тех, у кого не сразу получается. И у многих, к сожалению, не получается. Или пропадает желание, и уходят очень многие. Большой процент, больше половины уходит, если первых лет, ну, там, один-два года по работе, то уходит. Спасибо. В общем, вопросов очень много, да. Игорь Олин, директор средней школы в посёлке Вахруши. Ну, то есть, вот это такая всеобъемлющая, на самом деле, проблема, да, которая, как Ольга Тырыкина отметила, действительно, какой-то, каким-то одним стежком вот этим вот не решить. То есть, ушивать нужно во всех местах. Ну, и ещё раз напомню, что обсуждается активная идея, в том числе и обязательная отработка. Ну, вот это, мне кажется, прям совсем и лишено смысла, потому что врачей и учителей нельзя заставить работать. Ну, правда. Вот если ты заставляешь работать врача и учителя, мне было бы страшно, правда. Будет только хуже. Да, потому что же это всё равно, вот, по крайней мере, там, в условиях окружающей действительности, да, это больше некое призвание, то есть, то, что ты делаешь действительно, потому что ты хочешь это делать. То есть, там, фельдшеры скорой помощи явно работают не за зарплату. Не могу прокомментировать, не знаю, сколько фельдшеры скорой помощи получают. То есть, это и тяжёлая очень работа, да, то есть, это и тяжёлая работа, и очень квалификация нужна, как ни крути, да, поэтому заставить человека это делать, по-моему, не лучший вариант для тех, кто будет в итоге потребителем этой услуги, да, если это грубо говорить. То есть, кого мы дадим ученикам, учителя, которого заставили с ними работать, ну, не знаю. Хорошо, завершаем на этом нашу вторую тему, и у нас остаётся буквально 10-13 минут для того, чтобы, наверное, самый тревожный вопрос, да, на сегодняшний день, или один из самых тревожных вопросов поднять на сегодняшний день в нашем эфире, это африканская чума свиней, очень долгие годы, и мы об этом неоднократно говорили, это заболевание ходило всё вокруг, да, границ Кировской области, в соседних регионах. Мы знаем, что ветеринарная служба Кировской области принимала серьёзные профилактические меры, но вот что случилось, то случилось. Накануне появилась информация о том, что в Санчурском районе Кировской области африканская чума свиней обнаружена. Сегодня, мы так понимаем, идут совещания, власти региона, власти муниципалитета вырабатывают какие-то предложения, шаги, как, собственно, не допустить дальнейшее распространение, ну и вот новости буквально последних часов стало известно, что уже в нескольких населённых пунктах вводится, или введён, вернее, да, уже карантин в связи с африканской чумой свиней, там параметры этого карантина, километраж, собственно, территория, которая будет ограничена. В чём опасность? Мы ещё сейчас надеемся, конечно, пообщаться со специалистами, но опасность в том, что это заболевание представляет смертельную опасность для всего поголовья, и диких, и домашних свиней. Для человека безопасно, но человек, как и многие животные, увы, является переносчиком этой заразы, извините. Да, при этом мы же вот только недавно у нас в регионе была другая проблема, да, с птичьим гриппом мы там боролись. А по-моему, ещё не разделались ещё, но это уже другая цена. Елена Иванова, заместитель начальника управления ветеринарией Кирской области. Елена Валерьевна, добрый день. Добрый день. Да, Елена Валерьевна, давайте сразу перейдём к делу. Вам слово. В общем, что случилось в Санчурском районе? Что специалисты обнаружили? Ну, мы впервые зафиксировали на территории Кировской области заболевание особо опасное. Африканская чума свиней. Ну, особого позитива как-то это не внушает, потому что мы знаем прекрасно, что заболевание очень опасное. Человек может поспособствовать заражению, да, принести это всё непосредственно к животным. Уже введён карантин, да, насколько мы понимаем? Да, вчера был принят документ, который определяет введение ограниченных мероприятий. И в настоящий момент в Государственной ветеринарной службе проводятся мероприятия по ликвидации и предупреждению заболевания. Скажите, пожалуйста, поподробнее карантин, он что под собой подразумевает? Это, безусловно, какие-то ограничения в том числе. Чего нельзя делать на карантинных территориях? Ну, вы знаете, ограничений, конечно, много в зависимости от зон, которые определены у нас указом. Есть и запреты на вывоз и ввоз свиней и синоводческой продукции. Есть и запреты, связанные непосредственно с перемещением кормов и продукции синоводства. То есть нужно детально смотреть документы. С ним можно ознакомиться на любом правовом портале. Вот. И, конечно же, определены мероприятия, которые необходимо проводить, направленные на предупрежденное заболевание и его распространение. Мы правильно, да, всё поняли. Собственно, всё закрутилось, завертилось, завертелось после обнаружения трупов кабанов, да, в лесу? Да, действительно, были обнаружены животные, упавшие. Оперативно ветеринарная служба выехала на место, провела отбор проб. В данном случае трупы животных, нестящие, не уничтожены. Место продезифицировано. А какие районы оказались, скажем так, в зоне повышенной опасности? Есть какая-то градация, да, что вот здесь активное какое-то наблюдение? Ну, кроме, понятно, Санчурского района. Конечно, у нас ещё дополнительно, скажем так, в зону наблюдения, которая определена указом, попали пять муниципальных образований. Это Тужинский, Яранский, Тикнурский, Тижанский, Арбашский районы, в которых будет проведён усиленный мониторинг среди и диких кабанов, и домашних свиней. А в чём он будет заключаться? Это заключаться будет в проведении обследований и проведении отбора проб и исследований материалов. Это будет какое-то выборочное или всё поголовье будут смотреть? Ну, в данном случае мы проведём обследование, клинический осмотр всего поголовья, извиняюсь, которые поддержатся у граждан, и берём пробы крови для того, чтобы понять, здоровы животные или нет. Слушайте, это огромная работа, очень трудоёмкая. Скажем так, с точки зрения людей, у кого есть вот эти животные... В домашнем хозяйстве, ты имеешь в виду? Они обязаны будут предоставить своё животное для взятия проб, вот эти моменты, как регулируются. Можно обязать человека, если он не пустит сотрудников, то есть могут такие ситуации вообще возникнуть? Ну, это, конечно же, всё-таки, наверное, в интересах самого гражданина, прежде всего, понимать, здоровы у него животные или нет, потому что мы все хотим, чтобы все животные были здоровы у нас. И обязательно не препятствовать теми мероприятиям, которые проводятся в проведении государственных службах. Это самое главное и важное. Скажите ещё, строятся ли уже какие-то прогнозы, предположения, откуда, собственно, это заболевание-то к нам попало? Это с территории соседнего какого-то региона? Ситуация по данному заболеванию на приграничных территориях субъектов, конечно же, она там у них тоже очень серьёзная и сложная. Регистрируются случаи африканской чумы-свиньи у нас на территории Нижегородской области, в Удмуртской республике, в Республике Марио. Так что, по крайней мере, мы понимаем, что Кировская область, она находилась в очень большой вам риском. Вот, и поэтому вот в настоящий момент и у нас зарегистрированы данные заболевания. Ну, кабаны, животные, как принято говорить, мигрирующие, да, собственно, они же перемещаются по большой территории, да, и вот контакты эти возможны. Елена Валерьевна, а вот для людей далёких, там, да, от сельского хозяйства, давайте поясним, возможно, чем грозит это человеку, грозит ли чем-то, то есть что будет, если он съест, например, мясо, да, заражённого животного? Начнем с того, что всё-таки заболевание африканской чумы-свиней – это заболевание домашних и диких свиней всех пород и возрастов. Человек не болеет данным заболеванием, по крайней мере, не зарегистрировано в таких случаях среди людей, поэтому бояться не стоит. Что делать? Но человек может поспособствовать распространению, да, насколько мы знаем? Вы правильно говорите, потому что человек может быть непосредственно механическим переносчиком данного вируса, а все мы с вами посещаем леса с целью сбора ягод, грибов, где у нас в основном обитают дикие кабаны. Соответственно, мы с вами можем принести данный вирус на ногах, на одежде, на плаще, на куртке. И, соответственно, прежде всего мы должны, если мы содержим свиней в личном подсобном хозяйстве, мы должны понимать, что исключить посещение лесов с целью сбора ягод и грибов. И, прежде всего, конечно же, переодеваться, да, не посещать животноводческие помещения, а в той одежде, в которой вы посещали лес. А мясо-то сейчас можно в регионе? Вот первый вопрос, мне кажется, который у людей там возникнет. Свинину можно покупать в магазине? Можно ее у фермера выбрать? Как проверить? Я не знаю. У нас в настоящий момент не зарегистрирована инфицированная продукция, мы не выявляем этот вирус из продукции, так что, пожалуйста, никаких ограничений нет. Безопасно, да, в настоящее время. Да, по поводу риска принести этот вирус с собой из леса. Вирус, насколько я помню, он достаточно живучий, да, африканская чума свиней? Да, он очень устойчивый. Во внешней среде он сохраняет свою вирулентность до полугода, а в трупах животных он сохраняет свою вирулентность до года. Вот, ничего себе, какие параметры, да. Ну и, собственно, слюна, биологические жидкости, да, дихих кабанов, они содержат этот вирус. То есть мы абсолютно можем не заметить, что наступили, извините, во что-то, да? Да, все правильно, вы понимаете. Действительно, вирус выделяется во внешней среду больным животным. То есть, получается, мы можем не заметить его. А представляет ли он опасность для других животных, диких, домашних, не свиней? Не пяточковых, да. Ну, как сказала, заболевание специфично и только для домашних и диких свиней. А рассматриваются ли сейчас варианты дальнейшего развития события, ну, то есть такой самый негативный сценарий, да, и самый оптимистичный? Наверняка планы строятся как-то вот по этим двум сценариям. В настоящий момент наша первая очередная задача, это, конечно, провести мероприятие по ликвидации заболевания на территории Санчинского муниципального округа. А там мы уже будем анализировать и организировать. Сколько сейчас времени понадобится, на ваш взгляд, на появление какой-то более такой объективной картины, да, то есть анализы сейчас нужно взять на личных, в том числе, подсобных хозяйствах? То есть сколько это, неделя, две? Ну, вы знаете, у нас определен период, в течение которого мы проводим мероприятие, это 30 дней. В течение 30 дней мы должны организовать и провести все необходимые мероприятия. Ну, это, в общем, такая достаточно сейчас будет насыщенная пора для ветеринарных работников, да, в районах Кировской области. То есть вот прям в сжатые сроки нужно будет провести эту серьезную, кропотливую работу. Действительно? И хотелось бы, конечно, все-таки, чтобы граждане понимали ситуацию и содействовали специалистам государственной ветеринарной службы. Понятно. Спасибо большое, Елена Валерьевна. Елена Иванова, заместитель начальника управления ветеринарией Кировской области. Ну, вот примерно такая картина, да, сейчас вырисовывается. Думаю, будут предприняты попытки замкнуть, скажем так, Санчурский район. Замкнуть. Окружить, взять в кольцо безопасности, да, я бы сказал. Чтобы дальше там из-под контроля все это не вышло. И напомню, да, что в зоне наблюдения находятся также Еранские, Кикнурские, Тужинские, Пижанские и Арбашские районы. Это, видимо, те районы, где стоит проявить бдительность, особенно тем, у кого есть личные подсобные хозяйства, кто занимается там разведением свиней. Будьте осторожны. Ну, не то, что будьте осторожны. Ходя в лес. Нет, ветеринары, когда придут, мы хотим взять анализы у ваших свинок, вы не препятствуйте, пожалуйста, этому, да. Второе, по возможности, как сказал специалист, ограничить свои посещения лесов для того, чтобы собирать грибы, ягоды. Ну, а если уж пошли, то... Ну, если увидели в лесу мертвого кабанчика, то... Сообщать. Сжечь одежду. Сообщать в ветеринарную службу, безусловно. Вот такие невеселые новости. Ну, с другой стороны, субъекты Приволжского федерального округа, да, которые рядом с нами находятся, они же давно уже живут, некоторые из них в такой ситуации. И, видимо, там предпринимаются соответствующие профилактические меры. Ну, по крайней мере, сегодня по новостям мы не видим каких-то там ужасных сообщений, падежа огромного. Или, может быть, было, я пропустил. Я не видела, если честно. Ну, то есть, периодически я вижу заголовки, да, в соседних регионах, как раз по этой африканской чуме свиней. Но не знаю, насколько там это все носило масштабный характер. Были ли проблемы потом в итоге с конечной продукцией, скажем так, да, был ли какой-то дефицит на прилавках, мясо или еще что-то. Ну, то есть, нам... Я думаю, нам все это сейчас предстоит выяснить в процессе данного ближайшего... Нет, ситуация, конечно, да, напряженность определенную вызывает, потому что мы же прекрасно знаем, что у нас в области свиноводческие хозяйства и вообще производство свинины – это одна из ключевых таких продовольственных направлений. Так что будем следить за ситуацией. Владимир Сметанин, Дарья Топузлева, завершаем дневной разворот. До свидания. Продолжение следует... История вашего успеха.